Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы расскажем, почему при диабете 2 типа нежелательно принимать диабетон, какой вред приносят эти таблетки и чем можно лечиться вместо них. Диабетон – одно из самых популярных лекарств, которые врачи назначают при диабете 2 типа. Его действующее вещество гликлозит относится к группе производных сульфанилмочевины. Это лекарство усиливает выработку инсулина поджелудочной железой и таким образом понижает сахар. Казалось бы, снизить сахар в крови как раз то, что нужно больным диабетам. Так почему же диабетон вредный? Дело в том, что при диабете 2 типа больные и без таблеток вырабатывают инсулина не меньше, а наоборот, в 2-3 раза больше, чем здоровые люди. Просто у них очень понижена чувствительность клеток к действию инсулина. Это нарушение обмена веществ, которое называется инсулинорезистентность. В такой ситуации принимать таблетки, дополнительно стимулирующие выработку инсулина, неправильно. Это все равно, что стягать кнутом в загнанную лошадь, которая из последних сил тащит на гору тяжелый воз. Измученная лошадь может умереть прямо в упряжке. В роли загнанной лошади ваша поджелудочная железа. В ней есть бета-клетки, которые вырабатывают инсулин. Они уже и так работают с нагрузкой в 2-3 раза выше нормы. Под действием вредных таблеток они выгорают, то есть массово гибнут. После этого выработка инсулина действительно понижается. Легкоизлечимый диабет 2 типа перевращается в тяжелый и неизлечимый диабет 1 типа, при котором нужно колоть инсулин. Еще один большой недостаток диабетона – он вызывает гипогликемию. Это часто происходит, если больной принял неправильную дозу таблеток или забыл вовремя поесть. Существуют другие эффективные способы лечения диабета 2 типа, которые понижают сахар в крови, но при этом риск гипогликемии нулевой. Скоро вы о них узнаете. Напомним, что диабетон относится к группе лекарств, производных сульфанилмочевины. Ваш врач умолчал, что эти лекарства не снижают, а наоборот увеличивают смертность среди диабетиков, которые их принимают, в том числе смертность от сердечных приступов и онкологических заболеваний. Диабетон является одним из самых новых лекарств среди производимых сульфанилмочевины. Для него не доказано, что он повышает смертность, но он точно и не понижает ее. В 2008 году были опубликованы результаты крупного международного исследования, в котором принимали участие 11 тысяч пациентов из 20 стран мира. Целью исследования было выяснить, насколько эффективным и безопасным лекарством является диабетон. Половина больных получали эти таблетки вместе с другими лечебными мероприятиями. Вторая половина пациентов диабетон не принимала. Исследование длилось целых пять лет. Оказалось, что диабетон сильно понижает сахар и гликированный гемоглобин. Но общая смертность диабетиков в обеих группах была одинаковая. В начале исследования уколы инсулина получали не более полутора процентов больных в обеих группах. Через 4-5 лет в группе диабетона их оказалось уже более 40 процентов, а в контрольной группе 24. Если не принимать диабетон, то как эффективно лечиться? Прочитайте на сайте diabet-med.com программу лечения диабета второго типа. Ее основой является низкоуглеводная диета, которая нормализует сахар без таблеток и уколов инсулина. Она сытная и вкусная, поэтому больные охотно соблюдают ее. Мы учим, как контролировать диабет второго типа и жить долго в свое удовольствие. Diabet-med.com – это самый полезный сайт о лечении диабета на русском языке. Будьте здоровы!